Как пришить стразы? Пришивать стразы совершенно не сложно. Самое главное понимать, что страз состоит из красивого камушка, который держится в цапах. Это специальная оправа, разработанная для страз. Вышивальщики пользуются чаще всего стразами пришивными, потому что есть еще и стразы клеевые, но они чаще всего используются тогда, когда расшиваются или ими выклеиваются. Например, танцевальные платья. Чаще всего это платья, которое производят из спандекса или так называемого материала, который называется масло, которое используется в танцевальной индустрии и еще для спортивных танцев. Когда мы вышиваем классическим методом, то чаще всего мы вышиваем стразами в цапах. А именно, еще они имеют название пришивные стразы. Но стразы тоже бывают немножко разные. Есть просто пришивные стразы с отверстием, как раз таки в стеклянном камушке, и есть стразы в цапах. Вот стразы в цапах используются чаще всего в кутюрной вышивке, потому что они считаются самыми благородными. Цап сам по себе имеет несколько отверстий для того, чтобы камушек пришить. Эти отверстия иногда проходят насквозь этой короны, в которой держится камушек, либо они ныряют к центру камня и, соответственно, немножечко имеют разные методологии пришивания. Но все происходит абсолютно одинаково. Двойной ниткой пришивается страз несколько раз в одно и то же отверстие, для того, чтобы ваш страз на вышивке никуда не делся и прекрасно сидел так, как вы этого захотите. Как пришить страз? Страз пришивается очень просто. Пришивные стразы чаще всего это камни в цапах. Цап – это металлическая корона для нашего камушка. Короны бывают серебряные, латунные или золотые. Это все зависит от того, какой вы сами выберете для вашей вышивки. Страз пришить довольно легко. Чаще всего он пришивается либо мононитью, либо двойной обычной швейной ниточкой. Каждый цап имеет несколько отверстий для крепления вашего страза на вышивке. Так вот, вам нужно просто войти и выйти несколько раз в эти отверстия двойной ниткой и, соответственно, закрепить ваш узелок под камушком. Все, ваш страз закреплен. Как к вышивке добавляются бусины и бисер? Если мы с вами говорим о вышивке люнивильским крючком, то самое простое – красивые дорожки вышивки вывязывать именно этим инструментом. Но иногда у нас есть точечные закрепления, и нам необходимо, например, закрепить одну бусинку, как будто в воздухе, а вокруг нее ничего нет, либо одну какую-то бисеринку. Так вот, для этого мы можем использовать как иголку, так и люнивильский крючок. Люнивильский крючок тоже используется в пришивании точечных моментов вышивки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова